Скажите, а сколько по вашим подсчетам примерно человек в такой ситуации оказались? Ну, мы думаем, человек 300 у нас на складской оказались. Это только индивидуальные предприниматели, а ведь еще у многих есть наемные работники, это продавцы, грузчики. Ну, здесь у каждого индивидуально, но дело в том, что мы все остались без заработка и третью неделю сидеть без дохода. У нас есть семьи, у нас есть дети, и вы сами понимаете, что третью неделю уже просто нет возможности сидеть дома. А пособие? Вот, знаете, если честно, мы провели вчера опрос, кто из нас получил 42 500. Один человек из группы нашей ответил, что получил 42 500. Всего один человек. Это наш бизнес погибает. Мало того, что мы остались без заработка. У нас есть обязательства перед арендодателями. Никто из арендодателей нам не сделал скидку. Нисколько не сделали. Есть, да, отсрочка. Спасибо тем арендаторам, арендодателям, которые дали отсрочку. Но это очень мало. Вот Нимшан мы слышали, остали. Но дело в том, что опять-таки это просто рассрочка. То есть, если в этом месяце я не заплатила аренду 200 000, значит, в следующем месяце я буду 400 000 платить. Откуда такие деньги, если мы не работаем? Если это частный магазинчик или бутик, он тогда появляет, должен быть закрыт. А почему рядом открыты строительные магазины? Почему их закрыты? Строительные разрешены. Он очень ранен, то есть, даже магазины. Потому что строительные, потому что время... Давайте будем соблюдать между собой дистанцию. Время, просто что сейчас время строительства. Вы посмотрите. А люди не попали на диван, а люди не попали на диван. Осталась весна одежда. Сейчас нет, остались. Все, нет товара зимой будет продавать. Так, уважаемые, вы хотели меня выслушать? Тогда давайте, когда я говорю, не прерывать. Потому что, если вы хотите выслушать меня или высказаться, это разные вещи. Я вам просто объясняю, что сейчас период строительства. Поэтому строительные разрешены в виде исключения. И им то, что доставлять могут они. Но некоторые моменты, которые, я повторяю еще раз, непродовольственные товары, то есть, эта вот одежда может подождать, обувь пока еще подождать. Можно я продолжаю или нет?